Хе-хе, теперь ты андерграунд. Повернись, блядь. Что? А-ха, андерграунд! НЕ! Subway Midnight — это игра буквально на один вечер, которая после себя оставляет очень хорошие впечатления. Ну, может, не всегда. Игру разрабатывал Баби Дакстар, за что ему, конечно же, спасибо, но, к сожалению, популярности в СНГ-комьюнити его игра не сыскала. И теперь игру можно смело причислять к андерграунду. К андерграунду, блядь, сука. Поэтому, дабы видеоролик набрал хоть что-то и о такой игрушке узнало больше людей, то не поленитесь и напишите что-нибудь в комменты после просмотра ролика. Ну и лайк поставьте, было бы классно. Subway Midnight — аудиовизуально-эстетичная игра, которая при первом просмотре трейлера дала мне понять, что это, можно сказать, будет уникальный игровой опыт. Вся эта смесь идеального дизайна 2D-персонажей с отлично проработанными 3D-сценами — это просто охуенно. Вся эта работа со светом в окошках и просто в вагонах под звуки поезда создают нереальную атмосферу. Плюсом к этому идёт, ну, неплохая по меркам двухчасовой игры история о душах пропавших детей, которые не могут найти покоя в вагонах метро. Эта история вся из себя красочная, интригующая и даже местами пугающая, но начинается она совсем невзрачно. Главный герой, по своей воле или нет, я хз, спускается в метро, в совсем безлюдное метро. Но особо это его не пугает, и даже рядом стоящее странное что-то тоже не вызывает никаких эмоций, опасений, настороженности. Чё вы друг на друга таращитесь-то? О, так уже лучше. Какой вежливый, однако, мульчуган. Ок, вот и наш поезд. Ага, пухой. На этом поезде, кстати, и завязана вся изюминка Subway Midnight. Вагоны тут олицетворяют души различных детей, которых нам надо спасти. Например, первая же девочка, которая, ну, очень, судя по всему, любит рыбалку, имеет связанные с этим вагоны. Тут у нас разбросанная по вагонам мёртвая рыба, и вагон полной воды с опасной половинкой акулы. В случае же с девочкой-художницей, вагон на глазах превращается в скетч, и вот теперь ты уже гуляешь по миру рисунков. Ну и моё любимое, это вот этот паренёчек, который сидит и шпилит в игрушке. Собственно, к нему мы присаживаемся, и понимаем, что пи***дюк, оказывается, смотрел Чивиса. Обалдеть, красава, парень! Уважаемо, Чивис как раз обещал новый супер-видос выпустить в ближайшее время, так что ссылочку оставляю, да? Вместе будем ждать и смотреть. Ну, так чё, парень, чё дальше делать будем? Твою мать, он включил инди-хоррор. И вот так всегда, ждёшь от следующего вагона то, не знаешь чего, и всё равно удивляешься, ну или обсираешься. В этом и прелесть, Subway Midnight, ты не знаешь, чего ожидать. Особенно это чувство проявляется у компьютерной девочки. Один из самых её интересных вагонов, это вот такой вагон с огромным компьютером и тремя кнопками. Дёргаете туда-сюда эти кнопочки, получаете рандомные символы и происходит следующее. И вот, добро пожаловать в один из хз-скольки сюрреалистичных вагонов. Я просто поражаюсь фантазией разработчика. В этом генераторе, скорее всего, десятки вагонов, каждый из них со своим стилем, аудиодизайном и задумкой. Это всё просто взрывает мозг. Честно, я бы посидел и протестировал, на какой отметке у меня кончатся вагоны, или на какой отметке компьютер просто взрывается. Хотя, знаете, наверное, тут он и взорвался. У меня, б***ь, текстурки пропали. Ладно, я оставлю это удовольствие тем, кто всё же решится в это поиграть. Но если сортировать интересные уровни по всей игре, то один из первых будет тот самый мульчуган с приставкой и той самой инди-игрой. Не знаю, как вы, а я очень боюсь хорроров. Да, я был ознакомлён с тем, что игра позиционирует себя как психологический хоррор. Ну, ну камон. ПМКМ тоже является психологическим хоррором. И чё, страшно? Всё, что было и будет после этого уровня, действительно психологический хоррор. А тут сразу кидает в PSX какой-то хоррор с неприятной напряжённой атмосферой и секретами. Например, пугающая рожа в холодосе. В целом, этот сегмент выполнен как надо. Всё по заветам индюшных хорроров. Ну, в хорошем смысле. Но лично для меня в плохом. Вот из-за этого. На меня эта хуйня работает на ура. Даже с выключенным звуком. Я настолько обосрался от давящего эмбиента и ещё вот этого, что дальше мне пришлось играть и вовсе без звука, включив на задний фон видос. Но и это мне не помогло. Я по-прежнему стерил себе в штаны. А казалось бы, Хадиды, собирая эти вот кристаллики в нужном количестве, чтобы открыть следующую дверь. Но я ебучу за дверью. Я тут в одну вошёл и обосрался, блядь, от этого. Чтобы вы понимали. В хорошем хорроре идёт постепенное такое нагнетание звуком. Это сделано для того, чтобы страх игрока вместе с интенсивностью эмбиента росли по экспоненте. Ну реально, здоровое решение, чтобы вы просто не умерли. Так делает большинство, но с этим умеют работать только профи. И как бы не профи вовсе, но и на большинство не похож. Он не делает резкое повышение громкости. Или скример, про эту хуйню пока забыли. Он просто оставил комнату, где ебаный болванчик под громкий бас-буст дёргается. Ещё... Бабби Дакстар. Охуенно поступил в этой сцене. Тут просто звуки капель. Какой-то жижи, по которой мы ходим. А ещё эти рожи под скрип какой-то дёргаются. Стрёмно, пиздельно. Мне лично эта сцена понравилась. Я то и дело ждал, когда в этой слепоте наткнусь на какой-нибудь скримак. Но нет. Это слишком дёшево было бы. Но, блядь, рожа в холодильнике ничего не переплюнет. Заметили, кстати, как я охуенно от рассказа про сюжет ливнул? Сам сижу, охуел. Поэтому давайте к нему вернёмся. Чё там было-то? Так, метро, какой-то стрёмный тип, вагоны, мёртвые дети. А, да, нам по сюжету надо будет спасти всех детей. Ну, как спасти? Упакуить. Как хотите, короче, это называйте. Но чтобы это сделать и не выйти на бэд-эндинг, надо выполнить специфичные для каждого ребёнка действия. У художницы собирать вёдра с краской. У компьютерной девки чё-то по компьютерам быстрее, чем она покликать. У всех всё по-разному. И с первого прохождения это вообще не очевидно. Я уверен на 90%, что большинство запарывали первых трёх призраков, а последних всё же умудрялись выполнять. То ли я тупой, то ли это специально так запутано и непонятно сделано. Ну, правильно. Если бы всё сразу было понятно, то мы бы прошли игру чуть меньше, чем за два часа. Ну, это рефант, если чё. Дальше будут прям жёсткие спойлеры и душные теории. Я вас предупредил. Так, допустим. В плохой концовке нас просто эта тётка ловит, ну и убивает, как и остальных. Но в хорошей концовке, когда мы убегаем от тётки, нас всё равно убивают. Судя, кстати, по тому, как тётка не реагирует на девочку, которая стоит с нами, можно сделать вывод. Лис. Особенный. Почему лис? Ну, там в стиме какое-то время продавали игрушку с главным героем, ну и имя там его тоже было. Так вот. Пусть лис и особенный, но он всё равно умер. После его смерти ключ от замка достаётся той самой умершей девочке из пролога. Она его использует, и даже она охуевает с того, что попадает, судя по всему, в прошлое. И вот почему в прошлое. Девочка-то смогла всё-таки выйти из вагона, и тут же на выходе встречает лис. Но тётка-маньяк преследует их. Они чё-то прыгают в слоу-мо, бегут к выходу, но тот заперт. Обалдеть не встать. Что же будет? Ну, конечно же, их спасут те самые спасённые дети, правда, в виде призраков, и... Бля, это жёстко. Всё, хорошая концовка. Поздравляю. Дети спасены и травмированы на всю жизнь. Но также тут есть и бестэндинг. Что же творится в этой концовке? Ну, постараюсь пояснить. Судя по всему, это смерть, которая оставляет свои знаки на каждом из уровней каждого ребёнка, где ходил лис. Что это значит и зачем он оставляет эти знаки? Я вот не ебу, честно. Но вот что понятно, так это то, что тётка видит смерть, и та её пугает настолько, что тётка не решается на убийство и убегает. И так с каждой жертвой. Потом смерть находит вагон, где и жила убийца детей, но смерть просто присаживается к ней, и дальше мы уже играем за неё. Тут же просто пройдя по вагону вперёд и выйдя из него, мы видим это. Дети все живы. Кого-то даже ругают родители. Кто-то общается, кто-то по телефону звонит, а тётка просто уходит. Ей дали второй шанс? Скорее всего. Subway Midnight. По итогу достойная игра на вечерок, которая не сыскала успеха и популярности, и скорее всего я знаю почему. Помимо, конечно же, недостаточного бюджета на рекламу и продвижение, тут имеется пусть и интересный, но не настолько подверженный теориям сюжет. Что уж говорить, но даже я что-то понял, а это уже о многом говорит. Также скудный геймплей, который состоит лишь из ходьбы вперёд, что ну тоже может не всех цеплять. Хотя вроде и ходим мы по разным вагонам, которые надоедать толком не успевают. А, ну и отсутствие какого-либо саундтрека. Лишь амбиенты. Этой игре бы не помешал саундтрек хотя бы такой, лёгенький, ненавязчивый. А ведь многие негативные отзывы в стиме были направлены на музыку. Мол, в трейлере она прикольная, а в самой игре вообще ничего нет. 2D хуйню я по-прежнему не люблю, но если попадётся что-то такое, то... Как там пацаны из андерграунда говорили? В это мы играем, да? Субтитры сделал DimaTorzok